МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 2 марта родились русский поэт Евгений Братынский. Константин Ушинский – педагог, один из основоположников научной педагогики в России. Его книга «Человек как предмет воспитания» выдержала десятки переизданий. Крупный советский физик-ядерщик Георгий Флёров. Этот день 2 марта – день свидетеля Ермогена, патриарха Московского и всей Руси. В этот день 2 марта 1837 года Михаил Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта». Теперь его строки учат во всех школах. Погиб поэт, невольник чести. 2 марта 1969 года начались приграничные бои за остров Даманский между советскими и китайскими частями. 2 марта 1930 года была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой шла речь о перегибах, допущенных при проведении коллективизации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об успехах советской власти в области колхозного движения говорят теперь все. Даже враги вынуждены признать наличие серьезных успехов, а успехи эти действительно велики. Такие слова прочитала страна в газете «Правда» в начале весны 30-го года. Недавно обучившиеся грамоте крестьяне немало удивились, узнав об успехах. Успехи эти, по всей видимости, заключались в ускоренных темпах коллективизации. Построение социализма в деревне действительно резко набрало ход в конце 1929 года, после выхода предыдущей сталинской статьи о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию. Цель перелома – обеспечение нужд развивающейся индустрии. Коллективные хозяйства, колхозы по задумке должны были дать доступ всей деревне к механизированному труду, устранить цепочку посредников при продаже зерна, наконец, увеличить производительность труда. Цели вроде бы ясные, даже, кажется, оправданные, но четких инструкций исполнители не получали. Додумывать партийным функционерам приходилось самостоятельно, разбирая нацедатой речи Сталина, вчитываясь в партийные постановления. Решение коллективизации было принято на 15-м съезде ВКПБ в 1927 году. В настоящий период задача преобразования и объединения мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупное коллективное хозяйство должна быть поставлена в качестве основной задачи. К середине 1929 года оказалось, что объединение идет ни шатка, ни валка. Коллективизировано меньше 10% хозяйств. Поэтому Сталин прямо указал на главных виновников дела, кулаков, и объявил ликвидировать кулачество как класс. Сколько-нибудь зажиточные крестьяне в самом деле тормозили коллективизацию. Никто не хотел добровольно и бесплатно отдавать в чужие руки свою землю, свою технику, плоды своего труда. Но вместе с настоящими кулаками, которых было порядка 5% от всех крестьян, желание коллективизироваться не выказывали и середники. В сумме они составляли до 2 третей всех крестьянских хозяйств. Тогда-то в деревню и пожаловали сотрудники ГПУ. В первом же день операции по раскулачиванию арестовано почти 16 тысяч человек. За две недели почти 65 тысяч. По разным подсчетам, за два года активной коллективизации на поселение отправилось до 2,5 миллионов крестьян. Остальные, опасаясь ареста, сами вступали в колхозы. Зато к февралю 30-го года колхозы объединили 50% от всех хозяйств. О реакции на события говорят цифры. В 1930 году зафиксировано больше 14 тысяч массовых выступлений. Из них почти половина прошла в марте. Миллионы крестьян бунтовали против насилия и справедливых цен на закупку зерна. Сталин, ежедневно получавший сообщение о растущем недовольстве, попытался снизить градус напряжения. Вот тогда-то и появилась эта статья о головокружении от успехов. Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Колхозное движение должно опираться на активную поддержку со стороны основных масс крестьянства. Из статьи народ узнал, вина за головотяпскую работу по коллективизации лежит на чрезмерных энтузиастах, исполнителях на местах. И теперь главная задача партии – выправить линию работы в области колхозного строительства. С тем же рвением полетели сотни приговоров активистам коллективизации. Давление на крестьян ослабло, и к середине 30-го года число колхозов сократилось в 2,5 раза из-за массового выхода крестьян. Правда, оттепель коллективизации закончилась быстро. Вскоре, кроме выселения миллионов расстрелов и смертей по пути в ссылку, ближайшим последствием коллективизации стал голод 32-33-го годов. Такое оно было головокружение от успехов. Редактор субтитров А.Семкин